В первую очередь, конечно, вы озвучали эту тему, что спасет страну, и для страны, в первую очередь, нужны деньги, чтобы финансировать и те же нужды в бюджете, помогать банкам, стабилизировать экономику, и поэтому первый шаг, это действительно программа, которую удовлетворяет Международный валютный фонд, другие международные организации, чтобы получить этот займ. И потом, следующий шаг, первый шаг, это действительно программа, и в программе очень важный момент, это сокращение расходов бюджета, так как экономика у нас падает, и падают и доходы, и это значит, что те расходы, которые мы хотели бы увидеть на следующем году, они невозможны, и бюджет должен очень сокращаться. Это будет первое сокращение, но это потом должно последовать с реальной программой, как мы восстановим экономику и будем развивать эту экономику. Одно это сокращать математические расходы, другое это действительно смотреть функционально, куда эти деньги уходят, чем занимаются правительственные структуры, государственные структуры, и какие экономические программы, какие проекты нам нужны, чтобы эта экономика восстановилась, эта экономика развивалась, потому что это основа основ, чтобы опять люди могли жить на другом уровне, пенсионеры, другие слои, которые получают свой доход прямо из бюджета, не способны за себя постоять, чтобы у них уровень жизни возрос, нам нужны доходы в бюджете, это экономика, которая это дает. Но вот уже понятно, что число школ и больниц будет сокращено, даже была названа цифра политиками озвучена, около 100 школ готовятся к сокращению. А вот коснется ли это экономия служащих госаппарата? Есть ли, так сказать, уверенность в том, что экономить будут именно там, где нужно обществу? Ну, я могу сказать, что это будет касаться абсолютно всех структур, потому что те расходы на те суммы, которые мы должны сократить в бюджете следующего года, это невозможно без того всеобщего сокращения расходов, сокращения расходов как на заработную плату, так и на содержание институций и разных программ. Продолжение следует...